Так, ну что, добрый день всем, давайте потихоньку продолжать. Мы продолжаем обсуждать пакет Pandas в библиотеку, но в прошлый раз мы делали что-то такое с игрушечными датафреймами, совсем маленькими. Давайте возьмем реальный датафрейм. Нет, не хочу Титаник. В последнее время мой любимый датафрейм – это датафрейм с фильмами. Сейчас я его найду вам. Спасибо. 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 смотрите я отправил ссылку на датасет там лежит файл csv это такой простой формат представления табличных данных но он представляет собой просто обычный текстовый файл но собственно говоря если мы его откроем вот вот так он выглядит да то есть это просто текстовый файл в котором записи колонки разделены просто запятыми и каждая строчка этого файла это одна строчка нашей таблицы ну на самом деле у этого формата csv есть много разных версий много разных диалектов поэтому это даже не понятно что такое csv это скорее такое общее общее название для форматов которые устроены таким образом но он хорош тем что он очень универсальный то есть более-менее любой любой любая штука которая работает с таблицами скорее всего умеет работать с csv и такой формат в котором нет ничего лишнего там нет никакого форматирования нет никаких и на этом склеенных ячеек ничего такого нет просто вот честная табличка больше ничего и для нас это хорошо для нас это приятная вещь но вот соответственно я загрузил этот датасет сейчас в пандасовский дата фрейм собственно лиц csv эта функция которая умеет читать локальные файлы и сразу делать из них пандасовский дата фрейма умеет но если передать просто адрес страницы в то она оттуда возьмет эту самую csv ну и вот можно посмотреть на то как этот датасет устроен здесь много колонок видите они даже не все отображаются видите здесь многоточие но если мы хотим просто посмотреть на то какие есть колонки в датасете то это можно сделать вот так он просто возвращает некоторую штуку которая похожа на список но не совсем список но и нет но и нитрата в общем короче говоря некоторые некоторые такая вот некий специальный объект индекс в котором написано все название всех колонок здесь видно что здесь есть например колонка которая отвечает за то является ли фильм цветным или черно-белым имя режиссера какие жанры в общем много всякие много всякой информации но эта штука была получена просто кто-то написал скрипт который соскрепил информацию с сайта mdb понятно что это не полный дата сет можно посмотреть сколько в нем значит в нем пять тысяч записей то есть пять тысяч строчек пять тысяч фильмов и можно посмотреть какие у нас типы колонок но вот видно что здесь есть числовые типы типа типа продолжительности или количество лайков фейсбуке у режиссера или еще очень в этом роде и есть есть если отчисленные и есть объект это скорее всего в данном случае означает что эта строка вот если вы хотите получить как бы некоторые представления о том как устроен дата фрейм то можно посмотреть вот на эти детали ну и давайте попробуем что-нибудь с этим дата сетом поделать давайте попадать посмотрим на что-нибудь в этом датсете вот например здесь колонка color давайте посмотрим какие в принципе цвета бывают для этого можно сделать такую вещь значит unique выдает все уникальные элементы все вес а ну видно что здесь их три цветной черно-белый и нам ну вот видно что здесь 209 черно-белых фильмов и 4815 цветных значит value counts по умолчанию игнорировать на анны на принципе вам важно попросить не игнорировать вот дробь на равняется вот тогда он не будет игнорировать давайте попробуем посмотреть на все черно-белые фильмы давайте попробуйте сами написать запрос который выведет кусок дата фрейма который состоит только из черно-белых фильмов помните как делается еще что-то да 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 Как? Получается? То есть я хочу из моего всего data-frame отфильтровать и составить те строчки, которые относятся к черно-белым фильмам. Получилось? Я напомню, что это делается как-то так, что мы можем сделать вот такой запрос. И дальше вот тут что-то написать. И вот этот запрос использовать в качестве индексатора. Один из способов это сделать. Ну, у тебя получилось? В идеале я хочу от этого исходного моего data-frame оставить только те строчки, в которых цвет черно-белый. У меня был вот такой список, в котором есть цветные фильмы, есть фильмы с неизвестной цветностью и черно-белые. «Хочу только черно-белые». Да, ну вот смотрите, если я вот так сделаю, то ничего не работает. Выдается пустой data-frame. Почему так происходит? Ну вот я попробовал сделать такой запрос. Да, на самом деле, действительно, это вот очень распространенная ситуация, когда вы обрабатываете какие-то данные, которые не очень чистые, которые пришли откуда-то, ну, я не знаю. Допустим, вы создали какую-нибудь форму, где вы собираете какие-нибудь подписи под чем-нибудь. И вот люди очень часто, когда заполняют форму, очень часто бывает ситуация, что люди добавляют какой-нибудь пробел в начале или в конце. И, допустим, вы хотите понять, не подписался один тот же человек два раза, вы пытаетесь найти дублирующиеся записи, но при этом вы видите, что у вас вроде как записи разные, но, на самом деле, это один тот же человек. Одна из причин, почему такое может произойти, это потому что один раз человек поставил лишний пробел где-то в начале или в конце, в другой раз нет. Давайте попробуем от этого избавиться, давайте попробуем вот что сделать. Значит, я хочу сейчас применить ко всем строкам, хочу применить… Точнее, ко всем столбцам, в которых находятся строки, я хочу применить функцию strip. Значит, давайте посмотрим, как это можно было бы сделать, точнее, метод strip. Значит, ну вот можно попробовать просто посмотреть на все, что является объект. Ну, окей, давайте сначала начнем с чего-нибудь простого. Смотрите, значит, если я хочу применить… У меня столбец, в котором есть строчки. И я, в принципе, могу сделать вот такую штуку. Значит, допустим… О, даже работает. Давайте посмотрим, что получилось. Да, вот видно, что после этой операции у меня все вот эти вот лишние пробелы, они исчезли. Значит, вот такая вот штука, вот эта точка str – это такой способ вызвать строковую функцию, как бы применить какой-то метод строки к каждой строке, которая лежит в этом series. нано, оно, кстати, как видите, оставила без изменений, что хорошо. Давайте попробуем просто пройтись по всем столбцам и сделать такую же штуку с ними. Ну, для численных с числами вы можете и так делать все, что хотите. А. Ну, нет, как бы с числами все просто. То есть, если вы хотите сделать какую-то операцию с числом, то вот, например, я умножил все на два, а нано остались нано. В этом смысле проблемы нет. Тут именно проблема в том, чтобы сказать, что вот я сейчас хочу действовать в настройке. Ну, давайте можно просто сделать какую-нибудь такую штуку. Может быть, можно это сделать изящнее, но давайте просто… Значит, я хочу пройтись по всем… По всем строковым штукам. И давайте… Да, тут как бы приятно то, что Pandas выдает в качестве результатов работы, она снова выдает какие-то data frame или series. То есть, вот эта вот штука, например, detypes, это снова series. Я могу с ним работать точно так, как с любым другим series. Например, вот так я могу сделать фильтрацию. Но давайте просто пройдемся по всем… Так, это он мне значение выдает. Если я хочу сами название, то, видимо, нужно сделать вот так. Ну, и давайте мы сделаем такую штуку. Все, теперь у меня гарантированно все строчки. У всех строчек нет никаких лишних ведущих и заключающих пробелов. Понятно, что здесь произошло? Я, честно говоря, не знаю. Может, это можно было бы без цикла сделать? Давайте. Да, а вот задайте вам… Ткните в первое место, которое непонятно. Ну, вот смотрите, значит, вот эта вот штука, которая у меня получилась здесь, вот такая штука. Значит, это я из data frame dfdtypes выбираю те строчки, у которых detype object. То есть я выбираю из всех колонок, выбираю те, которые строковые. Но если я буду просто перебирать по вот тому объекту, который в результате получился, то он выдает правую часть. То есть он выдает значение, а не ключи. А если я хочу получить именно ключи, то мне нужно применить метод index, точнее, не метод, а это property. И тогда отсюда я получу именно набор index. Вот эта штука – это просто способ выбрать колонки индексные. Я, честно говоря, не помню. Может быть, это не самый короткий способ это сделать. Может быть, можно проще. Ну, да, я думаю, что если он там встречает числа, то он говорит, что он не может применить метод index. Есть такое подозрение. Вот. Ну, хорошо. Немножко нормализовали этот датасет. Давайте еще раз что посмотрим. Есть такая стандартная проблема, что бывают ситуации, когда у вас несколько дублирующихся строчек в датафрейме. Давайте посмотрим, есть ли здесь такое. Для этого в Pandas есть специальная функция. Можно проверить, какие столбцы являются дублирующимися. А, строки, строки. Значит, можно попробовать сделать такую вещь, посмотреть, есть ли такие строки. Да, вот видно, что у нас есть строки, которые просто дублируются. То есть, в данном случае они совпадают просто полностью, целиком. Он умеет делать следующее. Он умеет либо выдавать… Представьте себе, что я сейчас попросил отобразить все дублирующиеся строки. Но если строк несколько дублирующихся, то он может отобразить… Он может отображать первую, он может отображать последнюю, или он может отображать все. Когда я делаю keep равняется false, он отображает все. В частности, можно просто их сейчас пронаблюдать, так сказать, воочию. Вот можно просто найти… Что здесь у нас? Это называется колонка, в которой название фильма. title, movie title, вот это. Можно посмотреть. Ну вот видно, что действительно есть полностью дублирующиеся колонки. Можно на всякий случай проверить, есть ли какие-нибудь частично дублирующиеся колонки. То есть, можно посмотреть, есть ли колонки, у которых совпадают movie title. Ну, окей, ладно. Давайте сначала уберем все совсем дублирующиеся. Значит, для этого можно использовать метод… Видите, у нас 90 дублей. Значит, есть метод drop duplicate, который просто убирает все дублирующиеся колонки. Давайте сделаем вот что. Давайте с самого начала применим вот этот drop duplicate. Просто… Вот сейчас я просто еще раз загружу этот датасет с самого начала. Вот. Так, ну вот сейчас вроде бы мы должны были избавиться от совсем дублирующихся строчек. Давайте проверим, есть ли у нас строчки, в которых есть совпадение по… Допустим, просто по названию. Значит, я хочу посмотреть. А, да, это хороший вопрос. Смотрите, дело в том, что индексы сами по себе не меняются. То есть, если вы, например, удаляете какую-то строчку… Ну, вот эти вот индексы, которые здесь написаны, это лейблы. И они не перенумеруются автоматически. Да. Да, он изначально их дал, но затем он с ними ничего не делает. Он их поддерживает, какими были. То есть, это не номера, это лейблы. Ну, сейчас мы их грохнем, если надо будет. Давайте посмотрим, значит, чего я еще хочу. Я хочу проверить сейчас, есть ли здесь совпадающее название. Мовитайтл. Значит, мне нужно проверить. Так, как я там от раньше-то делал дубликейт? И здесь можно выбрать, по каким столбцам я хочу проверять дублирование. Вот раньше мы тут ничего не указывали, поэтому он смотрел просто дублирование всех строчек целиком. А сейчас я хочу сказать, что я… Давайте я его напишу. Субсед. Ну вот, давайте посмотрим, что у нас осталось. Значит, я хочу сейчас… Вот сейчас я смотрю на те строчки, в которых совпадает мовитайтл. Давайте мы сделаем… Отсортируем их по мовитайтл. И давайте, поскольку у нас очень много столбцов… Да, смотрите, значит, здесь уже возникает такая вот штука. Я сейчас сделаю такой длинный запрос. Вот смотрите, у меня был изначально датафрейм. Я после этого в этом датафрейме прошу вывести только дублирующиеся штуки. А потом я то, что получилось, хочу отсортировать. И довольно часто возникает необходимость делать вот такие вот длинные строчки. Когда у вас есть какой-то объект, вы к нему применяете метод, получаете новый объект, к этому новому объекту снова применяете какой-то метод и так далее. И чтобы удобно это записывать, полезен такой прием – просто заключить все это в скобке. И тогда питон будет знать, что это не две разные строчки, а одна просто такая длинная строка, до тех пор, пока скобка не закроется. Так, значит, вот я отсортировал. Теперь давайте посмотрим… Ну, допустим, я хочу вывести только, допустим, имя режиссера. Мови-тайтл и мови-яр. Нет такого. Я так и думаю. Как называется столбец, который за год отвечает? Мы изначально удаляли те строчки, которые совсем целиком одинаковые. А сейчас я смотрю, вот благодаря вот этой вот опции, я смотрю на строчки, в которых совпадает название. И сейчас я хочу просто глазками посмотреть и понять, это действительно разные фильмы, просто совпадающие названиями, так и бывает. Или это все-таки не тот же фильм, просто где-то возникли какие-то, значит, ну, что-то поменялось. Значит, третий столбец, на который я хотел посмотреть, называется title-year. Да, вот так можно получить столбцы, значит, можно получить вот так вот подножство столбцов, которые нас интересуют. Обратите внимание на то, что у меня здесь двойные квадратные скобки. Почему двойные? Потому что внешне вот эти квадратные скобки – это просто я к data frame применяю квадратные скобки, а внутренние – это потому что я хочу получить не один столбец, а несколько столбцов, поэтому я передаю список столбцов. И, на самом деле, давайте я просто это сделаю вот так, чтобы все помещалось на экране. Вот. Ну, вот дальше можно просто глазками на все это посмотреть. Видите, у меня 159 строчек. Ну и, кажется, видно, что это все действительно совпадающие штуки. Давайте выведем их все. Значит, можно сделать такую вещь. значит, как его можно попросить выдавать. Ну, вот видите, он сейчас изначально, он выдает только начало и конец data frame. Давайте мы ему скажем, чтобы он выдавал бы все строчки. Помнить бы только, как это делается, я не помню. Пойдемте гуглить. А может быть, вы перед этим не дропнули вот эти? А у вас сколько получилось? Тоже 247? Даже после того, как дропнули? Я дропнула, у меня 169 строчек. Видите, как интересно мы живем. А может быть, вы перед этим не сделали вот эту вот штуку, которая нам привела все строчки? Точно сделали? Давайте посмотрим. Да. 245 – это вот на этом запросе, да? Не знаю. Сейчас можно будет посмотреть глазками. Так, значит, я не помню, как это делается. Давайте я на гуглю. Pandas show all rows. Так, set option display max rows none. Вот, теперь у меня, после того, как я сделал вот такую штуку, он мне теперь будет выдавать целиковую табличку. Ну, кажется, что все, кажется, что все те копии, которые мы здесь видим, это действительно, это действительно одинаковые фильмы, просто они… Просто они как-то задублировались. Да, вроде похоже на правду. Да. В общем, давайте просто дропнем все, где совпадают вот эти три поля. Я думаю, это будет правильный подход. Есть. Посмотрите. И? Ага. 1975. 판и. Мне еще есть XY. По SAM claimed李. И что, следующий, я увидiał их решено, как она сама походится в этой школе помочь. Так, ну вот у меня получилось 4919 записей. Это где? Какой? Какой дубликат, который не дубликат? Это пост. Как? А, ну да, видно, есть один одного режиссера, другой другого режиссера. Ну ничего страшного, я сейчас все равно удалял то, где совпадают еще и год и режиссер. Мы считаем, что не бывает такого, что один и тот же режиссер снимает два разных фильма с одним и тем же названием в один и тот же год. Так, короче, я предлагаю вот так вот сделать. Сейчас. Я, кстати, плохо написал. Давайте вот что сделаем. Давайте я сделаю... Значит, я хочу прямо весь препроцессинг сейчас запихнуть в одну ячейку. где у меня была здесь нормализация. Ну вот так вот. Спасибо. 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 Ну все, короче, у меня 4919 строчек. Давайте теперь с этим работать. Ну, возможно, вы когда-то поставили фильтр, чтобы посмотреть на только эти три колонки. Ну вот как я здесь выше это сделал. Так, давайте я верну set option. Допустим так. Ну вот смотрите, чтобы датфрейм не ломался, очень полезно следить за тем, что у вас, вне зависимости от того, в каком порядке вы выполняете ячейки, все более-менее должно не меняться. Поэтому, в частности, в тех случаях, когда мне нужно поменять датафрейм, я хочу это все объединить в одну ячейку, там, где он считывается и тут же модифицируется. Кстати, вместо вот этой вот штуки можно было бы эффективнее написать вот так. Значит, это означает, что он будет модифицировать датафрейм вместо того, чтобы возвращать новый датафрейм. То есть вот, например, допустим, я хочу дропнуть какую-нибудь колонку color. Вот такая штука, она мне возвращает новый датафрейм. А если я хочу его прямо модифицировать, то у меня есть два варианта. Либо написать вот так, но это не самый эффективный способ, а более эффективный способ это написать вот так. Да, да, да. Ну вот сейчас, например, я это сделал, и вот теперь, если я смотрю на этот датафрейм заново, то видите, здесь уже нет никакой колонки color. Так, но... Да и в шейп не работает. Это, видимо, вы написали вот что. Это, видимо, вы написали такую штуку. drop, допустим, color, inplace равняется true. Я думаю, что это вот вы написали что-то в таком стиле. Вот если сделать вот так, то будет как раз та ошибка, о которой вы говорите. Потому что если вы пишете здесь inplace равняется true, то вот эта вот штука ничего не возвращает. Она делает inplace модификацию внутри самого себя объекта, но ничего не возвращает. И поэтому она возвращает нам. И поэтому, если написать именно вот так, то у вас, конечно, после этого... Нет, смотрите, значит, все эти функции, они устроены так. Если вы не пишете inplace равняется true, то оно просто возвращает новый объект. А исходный объект вообще никак не меняется. Вот. Если вы пишете inplace равняется true, то вот эта вот штука ничего не возвращает. Поэтому сейчас вот возникла ошибка. Ну, то есть ошибка не возникла, но если я хочу посмотреть, что у меня в df, то это будет none. Потому что вот эта штука ничего не вернула. Поэтому одно из двух. Либо нужно просто написать вот так. Давайте я еще раз сделаю. С inplace. И тогда все будет хорошо. Либо другой способ. Это написать вот так. И тут без inplace. И тут без inplace. Но вот этот способ, он более эффективный. Вот. Но на самом деле я, как правило, вообще стараюсь... Так, сейчас. Значит, у меня есть... Ну, ладно. Пусть пока будет так. 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 Давайте ее еще раз скопируем. Так. Давайте теперь какие-нибудь еще запросики поделаем к этому датафрейму. Но что мы хотим узнать? Ну вот, допустим, я хочу понять, в каких странах лучше всего кинематограф встроен. Да, давайте... У меня здесь есть колонка под названием... Сейчас. Где здесь страна-то? Была какая-то страна? Как называется? Country. А, да. Она перенеслась, поэтому ее никак не могут дойти. Ну вот смотрите, то есть у нас есть какое-то количество фильмов из разных стран. Я хочу посмотреть, какая страна делает самые качественные фильмы. Значит, у меня есть Country и у меня есть, например, EMDB Score. Оценка на EMDB этого фильма. Ну вот давайте попробуем сделать такую вещь. Значит, я хочу посчитать для каждой страны среднюю оценку фильмов, которые есть в этой стране. И для этого нужно использовать вещь, которая называется группировка и агрегирование. Давайте я покажу, как это работает. Значит, я сначала говорю, что я хочу сгруппировать по стране. Значит, вот эта штука возвращает какую-то непонятную вещь, которая называется... группер, по-моему он называется. В общем, вот так она называется. DataFrame Groupby. Но вот в этот момент, когда вы такую вещь говорите, Pandas как бы формирует... он как бы делит ваш исходный DataFrame на кучу DataFrame поменьше, так что в каждой стране соответствует свой DataFrame. И после этого можно сделать, например, такую вещь. Скажем, я хочу посмотреть на MDB score, и я хочу найти от них среднее значение. На самом деле можно было бы сделать просто вот так. Сейчас я посчитал среднее по каждой стране. Все фильмы, которые относятся к этой стране, каждая из переменных создала мне среднее значение. Ну, давайте можно на самом деле сразу попросить, что я хочу только MDB score. Вот, это сейчас среднее по каждой стране среднее от MDB score. Но найдите мне топ-10 стран по этому рейтингу. Какая же страна производит самые качественные фильмы? Значит, то, что мы получили, это Panda Series. Если я хочу посмотреть на самые качественные фильмы, это означает, что я хочу эту штуку отсортировать. Ну, отсортировать значение. Ну, это я отсортировал ее по возрастанию, а я хочу, наоборот, по убыванию. Значит, опять мне хочется сделать вот такую вещь. И давайте посмотрим на первые 10 элементов. Итак, друзья мои, десятка самых лучших стран по качеству кинематографа. Знаменитый кыргызский кинематограф. Я ничего не имею против, но результат неожиданный. Как вы думаете, почему так получилось? Почему у нас Кыргызстан на первом месте? А США не вошло даже в эту первую десятку. Сейчас мы считали здесь средний МДБ-скор. Давайте посмотрим, сколько же всего фильмов-то у нас в этой выборке. Значит, опять же, я хочу сгруппировать по стране, но давайте я теперь сделаю вот что. Давайте я теперь скажу, что мне нужно агрегировать... Я хочу две функции. Я хочу функцию... Сейчас, ну-ка, кстати, интересно, как эта сейчас штука работает? Да, правильно, не хочу так. Вот так хочу. Значит, чего я хочу? Я хочу, чтобы МДБ-скор оно агрегировало. Я, кстати, не помню сейчас, как это делается, но давайте попробуем. Так, вот так оно работает? Нет, не работает, потому что скобки не закрыл. Так, окей. Допустим, я хочу еще... Допустим, я хочу еще добавить одну штуку, например... Допустим, MovieTitle, я хочу, чтобы он мне бы их просто посчитал. Можно так сделать? Да, можно. Так, и давайте снова отсортируем. Ну, собственно говоря, теперь, кажется, становится понятно, что происходит. Те страны, которые попали в наш топ-10, это ровно те страны, у которых просто в базу попало очень мало фильмов. Ну и понятно, что если у вас очень мало фильмов, то может так случайно оказаться, если всего один фильм попал, то может так случайно оказаться, что этот фильм хороший. А Америка, которая производит огромное количество фильмов, они попали в эту базу. Понятно, что среди них есть хорошие, есть плохие. И когда мы усредняем, то, ну, в общем, короче говоря, возможно, вот такая вот ситуация. Давайте попробуем теперь сделать что-нибудь более сложное. Например, вот такая задачка. Скажем, я хочу найти только те страны, от которых фильмов много. И для этих стран сейчас интересно получится у меня что-то сделать, что для этого нужно. Ну, собственно говоря, да. Я теперь могу просто попросить вывести мне только те строчки, в которых вот этот вот movie title, в которых он... Во-первых, давайте переименуем. Movie title переименуем в просто count. И давайте... Помните, я говорил, что иногда бывает удобно делать такие вот запросы. Ну, на самом деле, можно сейчас сделать вот такой запрос просто с query. Допустим, я хочу только те страны, у которых фильмов больше 20 было. Или 50. Можно вот так сделать. Можно, но я хочу, чтобы у меня название столбца соответствовало его содержанию. Если это каунт, то пусть оно называется каунт. Ну вот, теперь, по крайней мере, после того, как мы ограничили каунт 20, по крайней мере, США вошло в десятку. Ну да, 11, но США вошло в десятку. Ну да, 11. Ну, как это... Теперь Новая Зеландия лидирует. Окей. Да, смотрите, значит, это я показал в сквере. Помните, я вчера еще показывал такую же штуку, только с вот таким запросом. Допустим, xCount больше 10. Вот. Ну, вот такие вот запросики можно делать к вашим наборам данных и получать из них какую-то информацию. На самом деле, это требует некоторого навыка понять, как вот такой запрос составить, но со временем становится понятно. Когда непонятно, можно многоуглить. Вот. Ну, давайте еще какой-нибудь запрос составим. Что вы хотите спросить у этого датасета? Количество лайков и что? Количество лайков и что? В зависимости от режиссера? В зависимости от режиссера. Да, как связаны лайки и рейтинг фильмов. Как связаны, например, лайки режиссера и рейтинг фильма на МДБ. Давайте посмотрим. Значит, вот у нас есть... Вот у нас есть... Где у нас тут? Директор Facebook Likes. И... МДБ 100. Ну, давайте думать, что можно делать с этой штукой. Ну, во-первых, можно просто картинку нарисовать. Нарисовать scatterplot. Давайте я включу вот тот LeapOnline. Значит, есть разные способы рисовать картинки, но давайте... ... ... ... ... ... Ну, непонятно. Давайте, может быть, сделаем вот что еще. Ну, да, но как-то он настолько заезженный, что… Вы знаете, что такое корреляция? Да. Вы знаете, что такое корреляция в теории вероятности, правильно? А можете сказать, что она что показывает, корреляция? Да. Да, но если корреляция положительная, то что это значит? В одну сторону, да. Ну, вот давайте посмотрим на корреляцию между этими двумя переменами. Это как бы такая статистическая корреляция, то есть мы считаем, что у нас вот эти вот числа, которые у нас получились сейчас, что они являются какими-то случайными величинами, как бы реализациями случайных величин. Ну, вот видно, что здесь корреляция между этими двумя переменами 0,17. То есть положительная корреляция и есть, но не очень большая, не очень ярко заметная. Ну, давайте добавим еще сюда Facebook-лайк с первого актера. Ну, в общем, кажется, все эти штуки довольно плохо друг к другу коррелируют. Они, конечно, коррелируют, корреляция положительная, но не шибко большая. Так, чего еще хотите спросить у этого? Что с чем в наибольшей степени коррелируют? Давайте попробуем. Значит, вот так можно вывести просто матрицу всех корреляций всего-совсем. Можно сделать hitmap. Давайте сделаем hitmap. Import mod. Import mod. cfm. Ну, ну, сейчас что можно сделать? Можно сделать... Называется, забыл. Но с mapами это большой. Если она не ratsила, тоbl meditation будет атмосфер. Есть. Что же Champ? То есть? Быстро получится простой. По словам, у нас. Что это происшествия? Но есть, честная боль. Раз� invers키лись, часто под premi. Значит, наконец-то затратил. Так, что-то не нравится мне такая цветовая схема, давайте сделаем более адекватную цветовую схему. Так, единственная проблема, теперь мы не понимаем, где здесь какое название. Так, сейчас будет что-то страшненькое, как бы ему сказать, чтоб он повернул бы как надо. Ладно, давайте я лучше по игреку сделаю. Ну, в общем, можно посмотреть на эту картинку и попробовать понять, что есть что. Ладно, картинка хорошая, но давайте попробуем просто найти. Вот, смотрите. Значит, у нас есть вот такой вот array, и давайте найдем в нем просто arc max. Такого, а, я numpad забыл загрузить. Значит, я хочу так, чтобы она была бы не единичкой. Сейчас, интересно, а как меня попросить сделать такой arg max, чтобы... О, боже мой, так, я понял, что нужно сделать. Так, давайте сделаем вот что, вот из этой штуки мы вычтем... Ой, что-то я сейчас странно пишу. Так. 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 Что за пункт? Что за пункт? Не, max max работает. Я хочу, я хочу найти... Нет, единичка-то ладно, а как мы найдем максимум по всей матрице, то есть это тоже понятно, но что-то какой-то код получается слишком сложный. Угу. 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 Сейчас. Title.er с кем самая самая большая корреляция? Ну вот я как раз, я хотел найти пару, я хотел найти пару значений в самой большой корреляции. Ладно, давайте пока это пропустим, давайте еще что-нибудь сделаем. Не, ну можно, если у нас есть такая табличка, максимальный элемент там можно найти по-всякому. Я хотел просто как-то это изящно сделать. Вот это вот штука, ну может быть. Здесь, чтобы больше тренироваться, например, типа статус созданного бутылка, 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 бутылка. Так, ну ладно, давайте еще на что-нибудь посмотрим. Например. Ну сейчас, для того, чтобы делать индекс Хирша, вам нужно все-таки понятие цитирования. Нет, ну в смысле, не совсем понятно, как бы вы хотели это сделать. Индекс Хирша основан на том, что есть вот связь, что один ссылается на другого. И он считает именно количество работ, на которых есть достаточное количество ссылок. Сейчас, что там у нас? Это означает, что если у вас индекс Хирша 5, то это означает, что у вас есть 5 работ, на которых сослались хотя бы 5 раз. А здесь вы как хотите это сделать? А, я понял. Есть хотя бы 5 фильмов, у которых рейтинг хотя бы 5. А, давайте сделаем. Давайте сделаем, значит, чего мы сейчас хотим. Интересно, кстати, как это сделать. Значит, у режиссера... А, ну понятно, как это сделать. Значит, мне нужно посчитать, сколько у меня есть всего... О, нет, непонятно, как это сделать. Хорошая задачка. Ну вот я сейчас не соображу, как это сделать прям красивой формулой. Ну, то есть понятно, что мы можем посчитать, опять же, мы можем посчитать, сколько конкретный режиссер снял фильмов. Вот так. Сайс. После этого, что мы могли бы сделать? Но нам важно не просто сколько фильмов, а нам важно, сколько фильмов с заданным рейтингом. Нет, так, честно говоря, смутно понимаю, как мы могли бы такой индекс киршу построить. Надо подумать. Нет, сходу не знаю. Задачка хорошая, но сходу не знаю. Давайте посмотрим, правда ли, что... Правда ли, что фильмы со временем становятся более длинными? Правда ли, что позже длительность увеличивается? Значит, я хочу посмотреть, например, на такую вещь. Тайтл-яр и дирейшн. Ну, опять же, флокс-каптер. На самом деле, можно было бы не фильтровать. В общем, как-то не похоже, чтобы сейчас снимали более длинные фильмы, чем раньше. Давайте посмотрим сейчас. Вот, допустим, если я сюда добавлю еще цвет, который будет соответствовать полу. О, на самом деле. Да. КОНЕЦ РАБОТИЛИ 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 Ладно, это я вам потом какую-нибудь более приятную библиотечку покажу. Давайте посмотрим, как менялось с течением времени, как менялось количество цветных и черно-белых фильмов, например. Допустим, я хочу отсортировать, значит, допустим, я хочу сделать группировку по... И хочу найти... Значит, чего я хочу? Я хочу для каждого года посчитать, сколько цветных фильмов и сколько черно-белых фильмов. Интересно, кстати, как это сделать. Спасибо. Значит, мне нужно вот что сделать. Группировать можно не только по одной штуке, но и по нескольким штукам. И давайте я сейчас сгруппирую по парам. Title, year и... Color. И просто посмотрю, сколько... Сколько чего. Значит, вот смотрите, на самом деле то, что получилось у меня в результате вот такой вот штуки. Значит, я сейчас сделал группировку по двум столбцам сразу. И это означает, что у меня в результате получился series, в котором возник так называемый мультииндекс. То есть у него индексом является вот вся вот эта вот штука, пара. И, ну, в принципе, я могу его превратить в data frame. И давайте я сделаю reset index. О, и теперь у меня есть... То есть количество цветных, количество черно-белых фильмов за каждый год. Ну, давайте посмотрим на то, как меняется количество черно-белых фильмов с течением времени. Ну, как-то оно непонятно меняется. Видимо, надо было группировать все-таки не по годам, а по, типа, декадам, чтобы было больше, более понятно. Ну, ладно. Так, ну что, в общем, я показал какие-то запросы про... Запросы к данным. Продолжим, я надеюсь, на следующей неделе. Покажу еще что-нибудь про Pandas. Да, я надеюсь, что будет... Так, ну все тогда на сегодня. Давайте вопрос подомашки. Покажу. Покажу. Продолжение следует...